Приветствую вас, для начала я должен спросить у вас так, голос сам по себе у вас какой, тихий сам по себе голос? Или громкий? Именно сам по себе какой голос у вас? Потому что если у вас от природы тихий голос, это одно. Если голос тихий только в определенных ситуациях, это комплекс. И соответственно к подходу уже на разработку комплекса нужно относиться серьезно. То есть очевидно, что у вас может быть здесь и страх, и неуверенность в себе, и привычная модель поведения, например, связанная с тем, что вы себя подавляете. То есть вариантов здесь на самом деле может быть довольно много и каждый из этих вариантов он заслуживает того, чтобы о них можно было разговаривать. Триггер это положительное закрепление для вас данной модели поведения. Вот этот призер. То есть когда-то вы что-то для себя получили в положительном смысле этого слова, когда-то что-то вы получили используя ну вот такой голос тихий. И, собственно, положительный результат был подкреплен вашим, ну например, опытом, допустим. И вы стали использовать эту ситуацию как защиту. Вот. А защиту от чего? А это уже требуется выяснять. От чего именно вы защищаетесь. То есть что именно заставляет вас защищаться и почему. Понимаете? Вот. Это вот важный момент здесь на самом деле. Потому что если вам требуется защищаться, значит, есть какой-то конфликт. Значит, есть что-то, что требует защиты. Вот. А защита это, как правило, это рационализация. Страх рационализации. Если вы, например, через голос пытаетесь быть незаметным вообще, то это один момент. Для чего вы пытаетесь быть незаметным? Кто заставляет вас быть незаметным? Ну и так да. И так да. А в самом деле разница, то есть как бы разница в подходах, она есть именно к этой проблеме. Вот. Ну вот для начала, я думаю, знаете, можно с психологом будет проанализировать в каких именно моментах, у вас становится тихий голод. То есть вот. Понимаете, вот с одной стороны вы говорите, что если я постоянно бубнил себе под нос, и с другой стороны вы говорите, что, начальник, сжимается, становится еле слышно в незнакомом месте, в малознакомой компании, людей и при стрессовых ситуациях. То есть, вид непонятно. У вас вообще-таки голос просто хаттерноль, да, или он у вас вообще громкий, но вы его как бы подавляете. Вот. Если физиология, то здесь нужно голос просто тренироваться. За это есть локальные уроки, там, тренировка дыхания и так далее. Вот. А вот эти вот аспекты, что незнакомое место, малознакомая компания людей, стрессовая ситуация, эти аспекты все родом из детства. То есть, про опыт закрепленный, который я говорил, про результат закрепленный, который я говорил. Это все про это. Вот. Почему именно малознакомые компании людей вас заставляют так делать? Незнакомые места. Почему? А с вами возникает вопрос, а как вы вообще реагируете на конфликт? Как вы выстраиваете отношения с людьми? Как вы реагируете на обиды свои, например? Тоже важный момент, согласитесь. И здесь, скорее всего, мы придем к тому выводу, что вы в себе многие вещи как бы не скрываете, а держите. То есть, подавляете. Уникальный вопрос, почему подавляете. И мы придем к выводу, что на вас очень давит общественное мнение. Мы придем к выводу, что вами движет, возможно, драйвер, да, драйвер. Угоди всем, который был внушен вам, вам, вашими родителями. Вот. Скорее всего. Ну, в не совсем правильной форме. Да, просто. Ну, в не совсем адекватной форме, я бы сказал. Вот и все. И это нужно разбирать, в чем именно проблема. Понимаете? Что делать вам, пока только можно отслеживать вот свои мысли, которые у вас возникают в голове, да? То есть, ну, грубо говоря, почему вы как себя ведете? Почему вы начинаете говорить тише? Что в этот момент вы думаете? Какие у вас мысли? Кто говорит в этот момент как бы вас, внутри вашего сознания? Вот. Это первое. Второе – это необходимо четко сформировать свою позицию. То есть, кто я, какой я, как я к себе отношусь, ну, и так далее, и так далее. Тоже очень важный момент. И, исходя из этого, уже можно будет делать предположение относительно того, какие у вас могут быть проблемы. Отбирать эти проблемы, которые действительно есть, а порох нет. И уже решать последовательно. Это нужно закреплять, понимаете? Именно закреплять. Вот. Те какие-то новые моменты, новые аспекты поведения. Их нужно закреплять. Это, на самом деле, очень важно. Ну, вообще. Если вы хотите, действительно изменить. Ну, и еще раз повторяю, что ваша формулировка проблемы, как вы ее описали, она непонятна. Она неизна. Проблематика с голосом на физиологическом уровне или на психологическом числе. Может быть, вы вообще по-другому разговаривать не умеете, не можете. Вот. Какие именно вы проблемы испытываете? Знаете, объективно есть люди с тихим голосом, они как бы живут. Вы сами какую проблему испытываете от этого? Вам самому что не нравится? Вот. Из этого для начала нужно исходить. То есть, вот. А что может сделать для вас, как бы, психолог? Да? То есть, да. Вы приходите и говорите, да, у меня тихий голос. Но, как бы, психолог не врач, да, чтобы сделать вам голос громкий. Психолог говорит, а для чего, для чего вам нужен громкий голос? То есть, в чем проблема? Что мешает делать голос тихий? И вот уже из этого формируется цель. Цель как бы работать. И к этой цели мы стремимся. А так это, да, просто какой-то некий такой общий запрос на то, что вот у меня тихий голос, и мне он не нравится. Пожалуй, его нужно принять, потому что это вы, это ваша школа. Каким бы он ни был, его нужно принять. Если вы не можете его принять, то уже вопрос. Почему? То есть, в вопросе непринятия себя стоит особняком. Кто мешает принимать себя? Почему мешает принимать себя? И так далее. Важен этот момент? Важен этот момент. Так что, если у вас есть проблемы, проблемы с принятием себя, то я бы рекомендовал, наверное, еще выписать то, что вы в себе не понимаете. Вот. Я бы рекомендовал сделать еще это. Но только при условии, если у вас действительно есть проблема, проблема не принять. Потому что, если, если такой проблематики нет, да, то делать этого не стоит. Вам это может, ну, столько навредить. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго, удачи и разряжения данной ситуации как можно более успешного. Давайте. Давайте. Продолжение следует...